27 января в Международный день памяти жертв Холокоста в Барановичах возле памятного знака на Зеленом мосту состоялся митинг с открытием цифровой звезды. Система образования города Барановичи признана лучшей в Брестской области. Сотрудники гороотдела по чрезвычайным ситуациям инициировали размещение наклеек в рамках акции «Безопасность в каждый дом» на бутылках с питьевой и кремневой водой «Веда» от Барановичского водоканала. 30 января на базе Барановичского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области в техклассе прошло мероприятие по профилактике электротравматизма. В рамках реализации городского проекта «Барановичи – здоровый город» межведомственного информационно-образовательного проекта «Школа-территория здоровья» в средней школе номер 10 прошел день здоровья. Жизнь здорова – здорово! В Барановичском государственном университете в торжественной обстановке вручили дипломы магистра гражданами из Китая. Выставка Татьяны Молотова и удивительный мир женщины открылась в Центральной городской библиотеке имени Валентина Тавлая. Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней Барановичи». 27 января в Международный день памяти жертв Холокоста в Барановичах возле памятного знака на Зеленом мосту состоялся митинг с открытием цифровой звезды. В мероприятии приняли участие представители межрайонного общественного объединения Клуб еврейской культуры «Шалом», члены городской организации «БРСМ», учащиеся педагоги средней школы номер 18. Напомню, к декабрю 1941 года на территории города Барановичи было создано Барановичское гетто. За небольшое время его существования в нем было проведено три массовые акции уничтожения людей. 4 марта 1942 года была проведена первая крупная акция массового уничтожения и расстреляно 3400 человек из гетто в районе Зеленого моста. 27 января весь мир отметил Международный день памяти жертв Холокоста. Дата была выбрана не случайно. 27 января 1945 года был освобожден первый и самый большой из гитлеровских концлагерей Освенцим, где во время Второй мировой были уничтожены более 1,3 млн человек. В целом жертвами Холокоста стали около 6 млн евреев. В Барановичах в этот день возле памятного знака на Зеленом мосту состоялся митинг с открытием цифровой звезды. В мероприятии приняли участие представители межрайонного общественного объединения клуб еврейской культуры «Шалом», члены городской организации БРСМ, учащиеся и педагоги средней школы номер 18. Напомню, к декабрю 1941 года на территории города Барановичи было создано Барановичское гетто. Его территория была обнесена высоким в три ряда забором из колючей проволоки. На небольшом участке размещалось одновременно около 15 тысяч жителей Барановичей, а также евреи из поселков Городище, Новая Мышь, городов Новоельни и Новогрудок. Встречались в гетто избежавшие от фашистов из Польши и Чехословакии. За небольшое время существования Барановичского гетто в нем было проведено три массовые акции уничтожения людей. 4 марта 1942 года была проведена первая крупная акция массового уничтожения и расстреляно 3400 человек из гетто в районе Зеленого моста. Все они были закопаны в траншеях, которые остались после работ около железнодорожной насыпи. С 22 сентября по 2 октября 1942 года из гетто было вывезено 5000 заключенных. 17 октября 1942 года была проведена акция, направленная на полное уничтожение гетто. В конце декабря 1942 года на въезде в Барановичи появилась табличка «Свободен от евреев». За все время существования Барановического гетто было убито 18 750 человек. В 1992 году останки из района Зеленого моста были перенесены на кладбище на улице Чернышевского. В 1994 году на месте перезахоронения останков жертв фашистского террора был открыт мемориальный комплекс. 8 июля 2009 года на улице Промышленная в районе Зеленого моста была открыта мемориальная доска узникам гетто. Она выполнена по проекту Леонида Левина. На доске из красного мрамора сделана памятная надпись на иврите, белорусском и английском языках. Ахвером нацизму тут у районе Зеленого моста в 1942 году были закатованы 3400 яуреев Барановского гетто. Изображение счета Давида. Отмечу, благодаря знаковой табличке с QR-кода можно узнать более подробную информацию об этой трагедии. Кроме того, на митинге 8 учащихся 18-й школы пополнили ряды БРСМ. Им были вручены членские билеты. Система образования города Барановича признана лучшей в Брестской области. Такая информация была озвучена на коллегии Главного управления по образованию Брестского областного исполнительного комитета. За достижение высоких показателей в развитии образования руководителю Барановической системы образования Татьяне Шестак вручили диплом первой степени Главного управления по образованию Брестского облсполкома. Все мы часто произносим слово «учитель», но мало кто из нас задумывается, какую огромную роль играет он в нашей жизни. Педагог во все времена – это одна из самых нужных, но в то же время самых сложных профессий. Наставник дает не только знания по дисциплинам, но и развивает умение работать в команде, решать проблемы, быстро адаптироваться в сложных ситуациях, брать ответственность за результат. Сколько сил, труда, души, терпения учителя вкладывают в каждого из своих учеников. Их труд не остается незамеченным. Так в Бресте 31 января прошла коллегия Главного управления по образованию Брестского облсполкома, на которой были подведены итоги работы структурных подразделений управления за минувший год и обозначены задачи на текущий. С докладом перед присутствующими выступила начальник барановического образования Татьяна Шестак. Затем слово взял заместитель губернатора Вадим Кравчук. Он посоветовал собравшимся в зале брать пример с Барановичей и внедрить во всех регионах опыт нашего города по организации ярмарок целевой подготовки. Высокую оценку профориентационной работы учащихся дал замминистра образования Беларуси Александр Кадлубай. В ходе мероприятия было объявлено, что управление по образованию Барановического облсполкома в третий раз признано лучшим в области. За достижение высоких показателей в развитии образования руководителю барановической системы образования Татьяне Шестак вручили диплом первой степени Главного управления по образованию Брестского облсполкома. Также в торжественной обстановке наградили лучших работников сферы образования. Грамоту областного исполнительного комитета получила заведующий сектором охраны действия управления по образованию Барановического облсполкома Мария Князева. Дипломами первой степени Главного управления по образованию за достижение лучших результатов по итогам работы за 2022 год награждены Дворец детского творчества директор Людмила Демидович и Барановичский государственный колледж технологии дизайна директор Светлана Шишина. В 2021-2022 году 78 победителей областного этапа предметных олимпиад и 13 победителей заключительного республиканского этапа. В 2023 году победителями областного этапа олимпиады стали 90 юношей девушек нашего города. Это самое большое число победителей из всех регионов Брещины. 317 ребят награждены премией специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. По итогам централизованного тестирования прошлого года наши выпускники признаны лучшими в юго-западном регионе. Наши молодые специалисты являются победителями конкурсов педагогического мастерства областного и республиканского уровня. Работники МЧС продолжают формировать культуру безопасности, жизнедеятельности у граждан, размещая социальную рекламу на товарах народного потребления. Сотрудники гороотдела по чрезвычайным ситуациям инициировали размещение наклеек в рамках акции «Безопасность в каждый дом» на бутылках с питьевой кремневой водой «Веда» от Барановичского водоканала. Стикеры на емкостях призывают белорусов не курить в постели и не оставлять детей без присмотра. Курение в постели – одна из основных причин пожаров и смерти граждан. Не менее опасную угрозу представляют непогашенные окурки. Напомнить о последствиях вредной привычки призвана акция МЧС «Безопасность в каждый дом». Работники МЧС продолжают формировать культуру безопасности, жизнедеятельности у граждан, размещая социальную рекламу на товарах народного потребления. Не остались стороне и барановичские спасатели. Сотрудники ГРУЧС инициировали размещение полезных наклеек на бутылках с питьевой кремневой водой «Веда» от местного водоканала. Министерство по чрезвычайной ситуации совместно с Барановичским водоканалом проводит акцию и напоминает. Наша безопасность зависит от нас, от каждого. Приобретая водичку, можно иметь напоминание, какие действия нужно сделать, выходя из дома, чтобы вернуться в свой же дом и все было в порядке и в безопасности. И акцентировать это нашим деткам. Продукция уже поступила в продажу в магазины. Логотип размещен как на больших, так и на маленьких емкостях с кремневой водой «Веда». Теперь люди смогут насладиться не только качественной и чистой водой, но и повысить уровень знаний по вопросам ОБЖ. Яркие элементы дизайна бутылок призывают белорусов не курить в постели, выключать электроприборы, уходя из дома, не оставляя детей без присмотра. Ничто так не притягивается, как противоположности. Огонь и вода всегда рядом и сопровождают нас всю жизнь. Совместное мероприятие Барановичского ГРОЧС и Барановичи водоканал имеют свое логическое завершение. Барановичским водоканалом выпущена линейка продукции питьевой воды с элементами социальной рекламы в стиле МЧС. Клейкие стикеры «Безопасность. Каждый дом» попадает каждому человеку в руки и тот в состоянии вспомнить, выключили ли он утюг перед уходом из дома, не оставили ли вы включенные в электросеть электроприборы, все ли хорошо с безопасностью. Мы благодарим Барановичский водоканал за совместное мероприятие и надеемся, что данная акция будет носить регулярный ежегодный характер. Ищите воду Веда с логотипами и советами от МЧС в магазинах. 30 января на базе Барановичского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора Побрейской области в техклассе прошло мероприятие по профилактике электротравматизма. Слушателями выступили учителя по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Отмечу, в январе этого года в Барановичах 7-летний мальчик получил удар током на лестничной площадке многоквартирного жилого дома. Во время игры в прятки с друзьями на лестничной площадке мальчик залез на батарею отопления и, держась одной рукой за трубу, другой случайно прикоснулся к оголенному проводу электропроводки выключателя освещения. В результате ребенок получил удар током и был госпитализирован в больницу с электротравмой. 30 января на базе Барановического межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора Побрейской области в техклассе прошло мероприятие по профилактике электротравматизма. Слушателями выступили учителя по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». К сожалению, зачастую причинами детского электротравматизма является недостаточная осведомленность ребенка об опасности действия электрического оттока и несоблюдения элементарных требований электробезопасности. Именно поэтому педагоги во время уроков обязаны проводить беседы с детьми и подростками на тему безопасности. К сожалению, в последнее время в Республике Беларусь, к сожалению, в нашем районе, имеют случаи детского электротравматизма. Со своей стороны мы проводим объемную профилактическую работу, ходим в школы, читаем деткам лекции, первым классом, одиннадцатым, всем читаем лекции. Однако всех обхватить мы не имеем возможности, поэтому для того, чтобы детям постоянно напоминали об этом преподаватели и на уроках, мы собрали преподавателей. Все мы прекрасно знаем, что электрический ток опасен тем, что мы его не видим, не слышим, он не имеет света и запаха, но воздействует на человека внезапно. При этом повреждает ткани на всем пути своего прохождения через тело человека. Во избежание несчастных случаев от поражения электрическим током необходимо знать и неуклонно выполнять основные правила электробезопасности. Запрещается влезать на опоры воздушных линий электропередач, на крыши домов, строений, где близко проходят электрические провода. Разбивать лампы, изоляторы, находиться под воздушными линиями электропередач возле трансформаторных подстанций. Проникать в трансформаторные подстанции за ограду электроподстанции и трансформаторов. Открывать дверцы распределительных щитов. Ни в коем случае нельзя приближаться к оборванным, лежащим на земле проводам линии электропередачи на расстоянии менее 80 метров. Нельзя пользоваться неисправными штепсельными розетками, выключателями, шнурами для включения электрооборудования и электроприборов. Самое главное, по словам специалистов Госэнергогазнадзора, чтобы родители, воспитатели, учителя чаще беседовали с детьми об электробезопасности. Будет рассказано о детском электротравматизме, о том, чего делать детям нельзя, что надо напоминать детям постоянно, чтобы они не попали под действие электрического тока. Не только дети, но и взрослые. Об этом надо помнить и в повседневной своей жизни. Рассказывать детям не только в школах, но и дома. Всех есть дети, внуки, чтобы снизить уровень электротравматизма до минимального. О том, насколько опасно может быть электричество, свидетельствует печальная статистика детского электротравматизма. Так, в Баранычах 7-летний мальчик получил удар током на лестничной площадке многоквартирного жилого дома. Несчастный случай произошел 15 января. Во время игры в прятки с друзьями на лестничной площадке, мальчик влез на батарею отопления. И, держась одной рукой за трубу, другой случайно прикоснулся к оголенному проводу электропроводки, выключателе освещения. В результате ребенок получил удар током и был госпитализирован в больницу с электротравмой. Еще одна ситуация случилась ранее в Гродное, где 7-летний мальчик погиб от удара током из-за неосторожного обращения с феном в ванной. Мать ребенка вызвала скорую помощь, однако спасти мальчика не удалось. В ноябре 2022 в Зельвинском районе Гродненской области произошел несчастный случай. Мать ребенка отлучилась на кухню для приготовления пищи. В это время ребенок, играя с сестрой в детской комнате, взялся за провод электрического циркуляционного насоса отопления, имеющего повреждение изоляции, в результате чего получил электротравму. В августе прошлого года несчастный случай со смертельным исходом произошел с подростком в Ляховичском районе Брестской области. Ребенок вместе с дедушкой ловил рыбу на канале возле ЛЭП. Во время рыбной ловли удочка подростка была приближена на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии, в результате чего он был поражен электрическим током. В рамках реализации городского проекта «Обаранович и здоровый город» межведомственного информационно-образовательного проекта «Школа о территории здоровья» в средней школе номера 10 прошел День здоровья. Жизнь здорова – здорово. В учреждении образования были организованы спортивные мероприятия, обучение по использованию конторок по правильному мытью рук. Родители и законные представители учащихся могли ознакомиться со школьным меню и внести свои пожелания. В рамках реализации городского проекта «Обаранович и здоровый город» межведомственного информационно-образовательного проекта «Школа территории здоровья» в средней школе номера 10 прошел День здоровья. Жить здорово – здорово. Специалисты Зонального центра гигиены и эпидемиологии, представители учреждений здравоохранения и ОАО «Общий педшкольник» еще раз напомнили всем участникам образовательного процесса о составляющих здоровья. Умеренно сбалансированное питание, достаточная двигательная активность, закаливание организма, отказ от вредных привычек, личная гигиена, умение управлять своими эмоциями, безопасное поведение в быту, на работе, на улице, в школе, обеспечивающее режим труда и отдыха. Цель реализации данного проекта – это объединение усилий всех участников образовательного процесса. Это и обучающиеся, их законные представители, это педагогические работники, медицинские работники, представители общественных объединений. Десятая школа имеет высшую ступень функционирования – школа здоровья. Ступень функционирования школы подтверждается ежегодно путем проведения анкетирования детей, оценки проведенной информационной работы, оценки основных показателей здоровья детей. Ребят ждали подвижные переменки, акции «Учимся правильно сидеть за столом», что такое конторка, такое разное давление, масса тела, чистые руки. Активный позитив от педагогов-психологов «Витаминка» и фотокросса, спортивный праздник, веселые эстафеты. Не пропустили особенно популярную в последнее время тему «Школьное питание». Работники школьной столовой и ОАО «Общепитшкольник» приготовили выставку-дегустацию ежедневного меню блюд школьного питания. Родители, законные представители учащихся, смогли попробовать горячее блюдо, салаты и напитки. Все родители остались довольны качеством и разнообразием продукции. Сегодня в школе организованы спортивные мероприятия – обучение по использованию контора, по правильному мытью рук. Имеется возможность усмерить основные показатели здоровья и получить консультацию специалистов. Для родителей представлена исключительная возможность ознакомиться со школьным меню и задать все интересующие вопросы, нести свои пожелания. В рамках встречи в школе был также организован круглый стол. Учащимся рассказали о профилактике зависимости, о предупреждении ории и гриппа, об организации рационального питания. Реализация такого масштабного проекта позволяет обеспечить гармоничность развития и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, и обучающихся, и родителей, и педагогов. А также улучшать условия обучения детей и находить компромисс между интенсивной учебой и качественным продуктом. Напомню, проекты школы «Территория здоровья» реализуются в Барановичах с 2016 года. В Барановичском государственном университете в торжественной обстановке вручили дипломы магистра гражданами из Китая. Всего 38 человек успешно защитили магистерские диссертации. Каждый из магистрантов получил бесценный багаж знаний, обрел новых друзей и ознакомился с историей нашей страны. Ежегодно в последнее воскресенье января в Республике Беларусь отмечается День белорусской науки, официально установленный в 1993 году. В 2023 этот профессиональный праздник белорусских ученых и научных организаций выпал на 29 января. По этому поводу в Барановичском государственном университете прошла торжественная церемония награждения лучших ученых. Наука нас вперед ведет. Научная деятельность в нашем Барановичском государственном университете выстраивается поэтапно. Во-первых, это презентация инновационного научно-исследовательского потенциала нашего университета для молодых ученых, для одаренных студентов, а также для наших организаций и партнеров реального сектора экономики, бизнеса, социальной сферы. Во-вторых, это обучающий компонент, который нацелен на подготовку компетентностных кадров, которые самостоятельно имеют возможность инициировать и генерировать научно-инновационные идеи. В-третьих, это подготовка самостоятельных проектов для участия в грантовых программах с целью их последующего внедрения в практические сферы деятельности экономики, социальной сферы нашего региона, области и Республики Беларусь. Участие в мероприятии принял заместитель председателя Гурисполкома Вадим Щербаков, который поблагодарил ученых за их исследование, вклад в развитие белорусской науки, самоотверженную работу. К присутствующим обратился ректор Баргу Александр Унсович. Вот настолько я проникся вот теми выступлениями, которые демонстрировали сегодня и наши ребята с нашей страны, да, и ребята, которые у нас в Китайской народе и Киргизии, и Узбекистан. Настолько вы любите свою родину. Каждый, кто представлял свои проекты, да, вы знаете достижения своей страны. Это очень важно. Потому что благодаря вот нашей молодежи и увлеченности в эти научные исследования мы будем с вами двигаться дальше, мы будем развиваться. В течение трех недель кафедрами ВУЗа было организовано более 40 тематических научно-практических воркшопов, интенсивов, семинаров, конференций. Одиннадцати лучшим ученым по итогам ежегодного конкурса были вручены грамоты Баргу, подарочные наборы и цветы. Также ученые университета были удостойны почетных грамот Управления по образованию Гурисполкома. В университете приоритетными направлениями выступают следующие. Технология упрочнения материалов, биоиндикация водных экосистем, инновационные экосистемы, психодиагностика, виктивность и поведение личности, педагогические технологии, инклюзивное образование, агросервис и другие важные для нашей экономики и социальной сферы Республики Беларусь направления. В этом году мы участвовали во многих грантовых программах. Высокие результаты показали наши студенты, молодые ученые. Получили высокие достижения в области науки и технологий на уровне Республики, на уровне Областного комитета, а также нашего Барановичского городского исполнительного комитета. Творческий подарок всем присутствующим преподнесли участники Народной студии эстрадной песни «Таллент» отдела культуры и творчества Баргу. Выставка «Удивительный мир женщины» работает в Центральной городской библиотеке имени Валентина Тавлая. Авторы выполненных маслом и акварелью живописных работ – Татьяна Молотова. Окунуться в «Удивительный мир женщины» можно в читальном зале до апреля. Выставка «Удивительный мир женщины» открылась в Барановичах. Презентация состоялась в Центральной городской библиотеке имени Валентина Тавлая. Авторы выполненных маслом и акварелью живописных работ – Татьяна Молотова. С восьми лет Татьяна училась в художественной школе, затем в Народной студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Закончила факультет Народной культуры Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Во время учебы дополнительно посещала занятия у известного белорусского художника-акварелиста Владимира Рынкевича. С 2014 года она работает учителем в Городищинской детской школе искусств. Ученики Татьяны Молотовой каждый год становятся победителями международных и республиканских конкурсов. В 2022 художница заняла третье место в международном конкурсе «Акварелиум. Удивительный мир женщины» первая персональная выставка Татьяны Молотовой. У меня подружка, она все время говорила мне, что вот работы собирались, надо организовать выставку. Ну вот она тоже ходила несколько раз на открытие, вот этот выставок. Ну я все как-то не решалась, но вот перед Новым годом мне написала моя одноклассница, которая здесь работает, что у тебя вот работа и надо выставляться. Вот я тогда уже подумала, что раз все говорят, нужно наконец-то собраться. Картины Татьяны Молотовой словно безмолвно говорят о чем-то тайном, о том, что можно назвать космической женской силой или женским началом мира. По словам художницы, творчество всегда присутствовало в ее жизни. Это этюды, наброски, картины в подарок, портреты на заказ, работа с детьми. Но искусство, видя готовых картин, появилось только в прошлом году. Это в основном сюжетная или образная композиция. В основном это работа тоже про женщин, про состояние. Хотелось бы вот обратить внимание зрителя на такое, на состояние женщины, которую уже давно забыли. И все мы все время так в быту, в круге, некогда подумать, расслабиться. А вот работы говорят о том, что нужно вспоминать про такие состояния женщины, как спокойствие, молитва, нежность. Во время презентации ставшей в некотором роде гимном женщине, гостей ожидало немало сюрпризов. Звучали стихи и музыкальные композиции. С интересом присутствующие приняли участие в викторине «Женщина, изменившая мир». На этом сюрпризы не закончились. В открытии выставки приняла участие заместитель и председатель Барановичской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Анжела Богуш. Окунуться в удивительный мир женщины можно в читальном зале Центральной городской библиотеки до апреля. Также все желающие могут принять участие в онлайн-голосовании и выбрать необычную, по их мнению, работу художницы на сайте библиотеки. Это были главные события уходящей недели. О том, что принесут нам следующие семь дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова